Торговые сети продлевают социальную программу для уязвимых категорий населения. Как отметили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, проект приобрел большую популярность. Магазины выдали более полутора миллионов скидочных карточек, а сумма, которую сэкономили белорусы, превысила 21 миллион рублей. БелЖД предлагает купить билеты со скидкой до 42%. Акция касается купе и некоторых вагонов СВ. При этом распространяется лишь на определенные даты. Главное условие – оформить квиток необходимо менее, чем за три часа до отправления. К слову, в новогодний уикенд перевозчик пустил более 130 дополнительных составов. В Бобруйском горысполкоме подвели предварительные итоги социально-экономического развития города за год и наметили планы на будущее. На четверть выросло промышленное производство, на 14% увеличилась заработная плата. Положительная сальдо товаров и услуг – более 160 миллионов долларов – достигнут наибольший показатель за последние восемь лет. В Бобруйске подписчик из Инстаграма помог задержать похитителя. В магазине электроники мужчина попался на камеру видеонаблюдения, когда забрал чужой айфон. Продавец выложил момент в соцсеть и сообщил милицию о краже. В течение получаса хозяину магазина пришло сообщение в директ, что нарушитель замечен в местном казино, где его и задержали. В выставочном зале Бобруйского художественного музея открылась экспозиция в Этинанке. Автор представил творческие работы разных лет, в течение которых менялось его мировосприятие. Серии с ангелами и божествами славянской мифологии, с выразительными женскими образами и храмами можно увидеть до 22 января по адресу социалистическая 100.